В этом уроке мы рассмотрим подробно операции со строками, так как это очень важная тема, и часто в программировании нужно производить некоторые операции со строками. Мы рассмотрим подробно каждую операцию и ее практическое применение. Начнем с функции Length. Эта функция позволяет нам определить количество букв в нашей строке. Теперь рассмотрим на конкретном примере. Возьмем компонент Button, компонент Label и компонент Edit. Они находятся на вкладке Standard. Мы будем вводить какую-либо строку в наш компонент Edit и по нажатии кнопки Button1 выводить количество букв в этой строке. Нажимаем два раза левой кнопкой и пишем процедуру. Процедура очень простая, будет состоять из одной строки. Подпишем Label 1.Caption. Кроме функции Length существует много функций, которыми мы можем работать со строками. Одна из этих функций это перевод целочисленного типа в строковый тип, а также дробного типа тоже в строковый тип. Эта функция пишется так. Int, то String. То есть Integer, String. И здесь пишем нашу функцию Length. Вот так вот она пишется. Length. И внутри пишется строка, которую мы будем измерять. Edit1.Text. Вот так вот будет у нас выглядеть наша процедура. Проверяем. В нашем текстовом поле расположено 5 букв. Можно написать любое другое слово. У нас эта программка измерит количество букв в этом слое. Итак, следующая функция. Это будет у нас функция Copy. Мы ее рассмотрим. Для нашего примера нам понадобится строка S, типа String и все, наверное. Итак, функция Copy позволяет нам скопировать определенное количество символов из строки. Как же она работает? Мы сделаем так. Введем какую-нибудь строку сюда. И скопируем в Level несколько букв. Допустим, в стуке 3. Пишем S присвоить так как это функция, то мы должны присвоить ее к какой-либо переменной. Подробно о функциях и процедурах, как они записываются и вообще составляются, мы рассмотрим в других уроках. А сейчас присвоить Copy. Copy. Что же мы будем копировать? Точнее, откуда? Пишем строку. Источник, откуда мы будем копировать. Это у нас Edit1 точка текст. Пишем запятая. Позицию, с которой мы будем копировать, это числовая переменная. Со второй позиции мы скопируем 3 буквы. Отлично. Теперь мы должны результат вывести в Label1. Label1.caption присвоить S. Вот таким вот образом у нас копируется. Сейчас проверим, все ли у нас правильно. Мы напишем какую-либо строку, допустим, Привет, мир. И скопируем три буквы начиная со второго символа. Это вот это у нас. Проверим. Riff. Все супер у нас. Работает отлично. Теперь мы рассмотрим функцию POS. POS это очень полезная функция, которая бывает важна при поиске или замене каких-либо слов в тексте. Ну или любых других сложных программах, которые вы будете часто применять. Итак, как же пишется эта функция? Возьмем другую переменную I типа Integer. Это функция, поэтому будем присваивать результат какой-либо переменной. Так, пишем I пишем ключевое слово POS. Далее мы должны написать символ или строку, которую мы будем искать позицию. Это у нас будет, допустим, T. Дальше мы пишем строку источник, которую мы берем, обращаясь к свойству текст компонента Edit1. Еще говорю, что мы должны сначала присвоить лучше источник нашей переменной S строковой из источника Edit1 какую-то строку, потому что иначе у нас не будет работать корректно наша процедура POS. Дальше мы с помощью функции POS определяем номер вхождения, порядковый номер вхождения, позицию вхождения нашего символа в строку и выводим его label1 int то string и все, проверяем, пишем, нет, сначала проверим, если у нас все-таки не входит, тогда у нас выдает результат 0, это по умолчанию, нет такой позиции, то есть результат 0. Теперь пишем привет мир и ищем на каком же он месте у нас расположена буква T в нашей строке. Итак, у нас расположена на шестой позиции у нас наша буква T. Мы можем писать любое сочетание букв, целую строку. Эта функция очень полезная, рекомендую вам запомнить, это очень просто. Следующая операция, о которой я хотел бы поговорить, это операция Delete. Это очень важная и нужная операция, которая часто используется, поэтому мы ее разберем здесь. Так, как она записывается? Мы сначала вот это вот мы оставим, это у нас получаем строку из компонента Edit. Мы записываем эту процедуру следующим образом. Это у нас процедура, поэтому присваивать ее никуда не нужно, просто вызываем ее по имени. Delete. Здесь пишем строку, из которой мы хотим удалить. Далее позиция символа первого, который мы хотим удалить, и количество символов. это символ, с которого мы начинаем удаление, это количество символов. Далее мы выведем результат в label 1.caption. проверяем. Проверяем. мир. Удаляем. Вот вывели результат получился. Привет, мир. строками. Вообще можно создавать любые функции для работы со строками. Пройдя этот видеокурс вы сможете писать простенькие программы, но более подробно об этом, о том, как писать более сложные программы и хитрости какие-то вы узнаете в моем следующем курсе. Но вы можете пока пользоваться готовыми решениями. Это модули, которые вы подключаете к программе и расширяете возможности. Получаете новые операции, которые вы можете производить со строками. Такой модуль можно вполне легко найти в сети. Спороще всего это сделать зайдя на мой сайт delphicomponent.ru Сейчас я вам покажу быстренько где вы можете скачать такой мод подключить его к программе и получить новые функции более удобные которых нет в основном дистрибутиве DELPHI 7. Итак, сейчас переходим на мой сайт. Вот мы на моем сайте. Заходим в раздел исходники DELPHI и модуль для работы со строками. Вот он. Сейчас пока здесь мало исходников, но будет больше. Переходим сюда. И вот так вы сможете создать свой модуль для работы со строками с новыми функциями. Как подключать такие модули, вообще, как самому их создавать, я расскажу вам подробно в следующих уроках. Сейчас просто рассмотрим, какие же возможности нам дает вот этот модуль, который вы можете сами собрать, перейдя на мой сайт. Вот первая функция. Это инвертирование строки. Далее удаление не символов слева, не символов справа, потом месте не символов справа и слева. То есть не символы это какие-нибудь там пробелы, что-то там ненужное, мы сами определяем, какие у нас будут не символы. Далее мы с помощью вот этой функции сможем определять количество слов в строке. Итак, вот что касается других функций для работы со строками. Это все, что я хотел показать в этом уроке. Спасибо за внимание, жду вас в следующих уроках.